Привет моим друзьям. Друзья Джан, сегодня погода солнечная. Раз вы видели шампура, значит мясо будет на мангале. Так, для начала все идем по порядку. У нас есть фарш. У меня свинина с говядиной. Все, теперь будем мариновать. Посолим, посолить, сухая джика. Наконец-то я сказал сухая джика. Все время говорю полумаленький перец. И базилик. Еще. Добавляем туда, теперь приготовим баклажан. Друзья Джан, мелко нарезаем в кубиках. Друзья Джан, но 1 баклажан это много будет, половина хватит уже. Остальное на шайнышко приготовить что-нибудь, пожарить. И вот так, прямо мелко-мелко нарезаем. Друзья Джан. На полтора килограмм мяса, 1,5 баклажан хватит. Так, друзья Джан, и берем болгарский перец, естественно. Тоже мелко нарезаем в кубиках, да? И 1 головка лука, друзья Джан. Лук это всегда нужно, да? Баклажан, болгарский перец и лук. Тибулька. Добавляем к фаршу, да? Добавляем, какой вкусный, сочный фарш у нас получится. Так, из специй я добавил соль, сухой аджика и базилик сухой. Теперь надо это все перемешивать вместе, хорошенько. Так, друзья Джан, теперь берем мясо. Мясо, у меня говядина. Свеженькие, хорошенькие говядины. Все, Джан, тоненько нарезано, да? Вот так складываем сюда. Пока сюда складываем, да? Надо чуть-чуть отбивать мясо, да, друзья Джан? Все, аккуратно складываем так. И будем отбивать. Пока не буду говорить, что приготовим. Но я думаю, многие уже поняли, да? Теперь я буду отбивать, друзья Джан, вот сюда. Вот уже мясо тут отбивали, да? Еще чуть-чуть, вот это. Друзья, теперь надо поперчить, посолить. Все, это все, друзья Джан, перекладываем в поднос, да? И доску надо чистить уже. Так, друзья Джан, у нас, когда на помощь пришла жировая сетка теперь. Но у меня они не очень... Ну, он очень хороший, ягненка, но куски маленькие. Надо как-нибудь исправиться. Чтобы жировая сетка хорошо раскрылся, надо держать теплую воду. И сразу же идем, вот так, мясо на нем, да? Да, друзья Джан, вы уже поняли. Вы уже поняли. И сюда, прямо рукой же, будем мазать мясо, да, фарш. Так, надо попросить у Анечки. И вот так, маленький, тоненький слой будем мажать в фарш мясной, друзья мои. Вот так. Представляется, он очень вкусно будет и очень сочно будет. А из говядины я делаю это... Ну, такой подобный видеоролик у меня был много. Ну, с говядины и жировой сетки первый раз. И такой мясной фарш тоже первый раз. И теперь что нужно делать, друзья Джан? Берем и так и будем крутить, да? Представляете, какая вкуснятина будет. Вот этот конечник надо снимать. Наверное, не наверное, а точно надо снимать. Чтобы жировая сетка пришла вот на нем. Вот так. Вот, друзья Джан, еще раз, да, берем жировая сетка. Ну, меня, я сказал, маленькие куски, но я и справлюсь. Если даже не хватает жировая сетка, ничего страшного. Я прямо без жировой сетки буду крутить. Мясо меня мешает чуть-чуть. Еще раз. И наш красавчик будет. Все. Я не мог найти целиком жировая сетка. Так, и мясо сверху. Нет, вот это не пойдет. Вот это. И снова фарш. И снова помажем, да? Все, друзья Джан, это последний. Друзья, какой здоровенький, хороший рулетики получились у нас. И теперь, что нужно делать? Это надо, я знаю, будьте спрашивать, так будем жарить или нет. Так не будем жарить. Будем жарить вместе, вы увидите. Это надо закрыть пленки. Пищевая пленка и отправить в морозилку. Хотя бы на минимум 30-40 минут, чтобы красиво можно было порезать потом. Хорошо? Вот так. Все, друзья. Когда холодненький станет, легче будем резать. Хорошо. Теперь это в морозилку. И будем ждать остальные. Овощи. На каждом видеоролике, если вы видели, как надо жарить запеченные овощи, это отдельно. Нам главная задача пожарить эти рулетики вкусненько. Так, друзья. Теперь надо приготовить вкусный соус. Этот соус для того, чтобы, когда рулетики будут жариться, помазать сверху. Так что много не будет. Один чайный ложка горчицы. Горчица такой, знаете, семена или зерна из горчицы там. Так, растительное масло сюда еще. Вот так. Грамм, наверное, 70-80. Так, а это сироп. Кизиловый, кизиль. Да, гранатовый есть, кизиловый есть. Там уже очень вкусный соус. Очень вкусный даже. Друзья, да? Чуть-чуть лимона сюда. Окей. Хватит, да? Так. Чтобы иметь чуть-чуть остроту. Перец чили, конечно, один. Один, один, один. Ну, просто надо его почистить и мелко нарезать. Очень мелко. Так, друзья, этот соус у нас уже готов. Приступим к второму соусу. Там один перец чили, я сказал. Даже зеленый не нужно сюда. Тут острый соус нужно готовить. Да? Нам нужен майонез. Прямо в баночке я взял. А, дай! Ложечки. Не от столовой. А вот столовая ложка. К майонезу добавляем. Это все. Он острый получится, да? Прямо в баночке, да, друзья? Я это готовлю немножко, потому что это не все будут кушать такой соус. Так, друзья, еще сухой аджика сюда чуть-чуть. Хорошенько перемешиваем. Это у меня острый, потому я готовлю чуть-чуть, чтобы... Я думаю, всем не понравится это. Он очень вкусный, но всем не понравится, потому что он острый. Все это все. Мы готовим уже. Нам через минут 40 надо доставать мясо, порезать на шампур и на мангал. Друзья, Жан, это быстрее разжиг угля, да, быстрее даже. На расчетку угля снизу что-нибудь разжечь и быстро получится у вас тоже. Все, друзья, Жан, один час осталось в морозильке мясо. Теперь надо мясо нарезать, друзья, Жан. Нож у меня очень хороший, острый. Все, красавчик. Ну, я думаю, надо побольше держать в морозилке. Он еще холодный становится и лучше будет резаться, друзья. Еще нарезаем на 3 сантиметра достаточно, друзья. Все, и сразу, и сразу же на шампуш. Вот на шампур надеваем на вот это место, где мясо, где жировая сетка заканчивается. И, опла, раз. Все прекрасно, друзья. Посмотрим, как из говядины получится. Так, говядина у меня был в филе, да. Мясо говядины было в филе. Был тонко нарезан, потом отбивали, как вы смотрели. И дальше все уже вы смотрели, как все это делается, друзья, Жан. Все, да. Наш шедевр готов, друзья, Жан. Волла. Красавчик наш. Видите, друзья, 10 минут, и угля готов полностью. Все, друзья, Жан, угля готов, выровняли. Так, высота углей не больше 5 сантиметров, немного. Тонкий слой, это лучше будет. И не сгорит, когда жир будет капать на углей, он не сгорит. Все, теперь мясо на шахтномангал. У меня получилось 6 шампуров. Все, 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 друзья, там будет жариться. Пока соус не будем мажать, да. А тут картошки, места хватает, почему бы нет. Такой запах пошла. Все, красота. Все, да. Видите, как угля равномерно разожглись. На таком варианте очень лучше получается, да. Теперь, друзья, Жан, каждый, через каждый один минут крутить, крутить. А теперь, друзья, Жан, соус, горчица, растительное масло и сироп, кизилевый сироп, он не сладкий. Будем мажать на мясо. Вот так. У нас более аромат будет и вкус будет. И дымком будет пахнуть. Пока в одну сторону, да. Надо так делать, вкусно будет. Это армянский вариант. До того, как помазали соус, сразу переворачиваем. Оба стороны хорошо пожарится, потом по бокам будем вставлять. Вот так. И сюда тоже соус. Так, друзья, Жан, пока у нас мясо жарится, а мы будем нарезать зелень, свежая цибулька, укроп, кинза, петрушка. Все, нарезаем аккуратненько. Это уже знаете почему. Это обязательно нужно для меня, всегда. Друзья, Жан, теперь мясо надо пожарить по бокам. Вот вам нужно иметь на мангар вот такие вырезки, чтобы шампур, когда вставляешь по бокам, чтобы он стоял. Вот так. Это самый худой шампур у нас. Друзья, Жан, у меня такой вот красавчик есть. Это вот моей сестры. Лаваш не хочу сегодня, вот это хочу. Пусть мягче становится, жиром впитывается и будет вкусно. Хлеб уже горяченький, друзья. Вот так помажем. Подсыпаем зеленью, да. Так, все, 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 все. Все, друзья, да. Последний раз мажем соус. Ну и общий итог два раза я помазал, да, на каждую сторону. Не, это второй раз уже, да. Это уже второй раз на каждую сторону. Получается, вот, вот, вот. Пусть хорошо пожарится. Будет вкуснее и сырой не останется, но сочный будет точно, потому что там есть паприка, там есть баклажан. А капуста очень вкусная. Партошка тоже вкусная будет, Аня, да. Все, пусты хлеб хорошо, будет горячий, теплый, скажем. Горячий будет сгореть. Самый худой шампур я уже доставал. Друзья, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Смотрите, какой. Вокруг он жарился, вокруг, кругом, так и так. Все, еще две минуты максимум и снимаем. Красота. Это, это настоящая мужская еда. Ну, как, красиво, да, друзья? Не очень сочно, я уже пробовал. Смотрите, как, красиво, да, друзья. Метель и покупки. Продолжение следует... все нормально да да а ты что свежий хлеб теперь у нас есть дорогой мой наливай коньяк наливай наливай что за коньяк друзья теперь пришло время снимать пробу как вы думаете конечно уже полностью готов а такой сочный копайка поводу все теперь я буду кушать этого красавчика у нас есть такой вкусный соус еще на прямо в соус ну что ты ставишь здоровы попробуй на себя пожалуйста очень вкусный анды будешь давай можно на можно да пожалуйста возьмите это виден ты подожди очень вкусно от мягки а мягко получилось и сочно да с говядины я делал первый раз все друзья за ваше здоровье спасибо вашу здоровье спасибо за просмотр спасибо за все мир вам вашим домам главное улыбайтесь всегда друзья готовьте со мной это настоящий вот как раз сезон идет для этого настоящий сезон все дай бог всем здоровья ах мама джанах мама джан мама джан меня мама говорит по-русски не понимает но она смотрит все мои видеоролики я приветствую всех мам всех матерей она меня говорит джорджан передай привет на армянском языке мама джан почему мкис салатами вот с это для моей маме на армянском я сказал оставайтесь миром друзья джан